Медсестра по образованию, косметолог по призванию Ольга Кочеловская начала свою предпринимательскую деятельность еще в 2019 году. Поначалу все шло хорошо. Помещение и необходимое оборудование было найдено, клиентская база нарабатывалась, уходовые услуги совершенствовались. Казалось, ничего не предвещает беды, но неожиданно ворвавшийся COVID-19 изменил привычный ход жизни. Правда, ненадолго. Ольга смогла научиться работать в новых условиях и постаралась создать безопасное пространство для своих клиентов. Начнем с того, что все идут клиенты строго по записи, средства индивидуальной защиты, убирается в кабинет чаще, сразу же все в масочках, я в маске всегда. Поэтому люди, честно, видя это все и доверяя как медику, когда ты относишься к этому более строго, со стерилизацией, со септикой, с антисептикой, со всеми этими делами, они больше доверяют. И они знают, что придя ко мне в кабинет, вот они у меня не заразятся. К правилам безопасности серьезно относится и Милана Дерул, которая тоже работает в сфере бьюти-индустрии. Студия красоты, которую мастер открыла два года назад, просторная и уютная. Здесь она украшает лица девушек, наращивая ресницы или оформляя брови. Работа кропотливая и подходить к делу безответственно не в правилах мастера. Потому клиенты Миланы не боятся получить вместе с ухоженным лицом в подарок коронованный вирус. Семь лет я занимаюсь в этой сфере, достаточно уже у меня хорошая клиентская база наработанная. Студия у нас существует два года. Мы также обучаем, у нас проходят курсы обучения по наращиванию ресниц. Как базовый курс для новичков, так и для мастеров с опыта. Так как мы работаем уже достаточно давно, и у нас уже наработана своя клиентская база. В принципе проблем у нас не было, все места были заполнены. Но да, люди болели, отменяли записи, переносили. Широкая клиентская база и у предпринимательницы Оксаны Зиновик. Старшемастерица серьезной. Шутем девушка увлеклась еще в детстве, а потому и качество выполняемой работы у нее всегда на высоте. Правда, даже это обстоятельство не избавило предпринимателя от нестабильности, вызванной пандемией. Вначале, скажу сразу, было сложно. Людей было не так уж и много. Был пик пандемии, люди все-таки боялись. И место было у меня, скажем, не наработанное еще в то время. Но спустя год, если сравнивать прошлый год и этот, гораздо больше людей, люди больше стали ходить. Естественно, что соблюдают масочный режим, все там обрабатывают руки, заходят, все соблюдают дистанцию. Да, работать в условиях 2021 года было непросто, но бизнесмен должен быть предприимчивым. Он должен уметь рисковать, а при этом просчитывать каждый риск. Искать новые формы взаимодействия с клиентом, используя при этом самые современные технологии. Не забывать о креативности и порядочности. У прекрасных героев нашего сюжета на данный момент все получается. Они умеют совместить в реальности мечту и в канун Нового года. Помимо пожеланий счастья, здоровья и удачи, они желают своему маленькому бизнесу, а значит и самим себе, чтобы COVID ушел, а клиент пришел. Спасибо. 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 Спасибо.